Поэты, переводчики и литераторы Якутии совершенствуют мастерство художественного перевода поэтических произведений на семинарах всероссийского проекта «Родная книга». Якутия стала второй площадкой проведения подобных встреч, поскольку является одним из многонациональных регионов России. Ранее мероприятие также проводилось в Дагестане. Марьяна Кутукова продолжит. Антология современной литературы народов России. 57 языков, 229 поэтов, 142 переводчика в одной книге. Именно этот уникальный проект стал главной причиной сегодняшней встречи московских переводчиков, литераторов, якутских писателей и культурных деятелей. Как признались гости, за время создания антологии, которая была издана в апреле этого года, к авторам накопилось множество теоретических и методических вопросов, требующих совместного решения и обсуждения. Будет такая лекция Виктора Кулы о проблеме подготовки подстрочного перевода. Это очень интересная тема, потому что без этого практически ничего не бывает. Переводчики не могут знать, вот у нас в России 57 языков действующих, рабочих, на которых литература пишется. Переводчики не могут знать 57 языков. Им необходим подстрочник, от качества его подготовки зависит очень многое, что получится в результате. Издание подобного рода антологии предпринято в новой истории России впервые. Она не имеет аналогов ни в отечественном, ни в мировом книгоиздании. Антология включает в себя оригиналы и переводы поэтических произведений, созданных современными авторами России, в том числе и якутскими, эвенскими, эвенхийскими и юкагирскими поэтами. В эту книгу вошли и несколько стихов на эвенском языке Варвары Белолюбской. Как призналась автор, перевод произведений требует от переводчика не только знания языка, но и культуры. Переводчик должен знать все, чем дышит и живет отдельный народ. Первая антология поэзии, которая увидела свет с помощью проектантов, она в будущем будет основой для развития переводческого дела, который всегда, в общем, остается на заднем плане. Все волнующие вопросы участники проекта обсудят в эти дни на практических семинарах, лекциях и творческих встречах. Расширение творческих связей, преодоление культурных барьеров и взаимное обогащение национальных культур станут колоссальным двигателем в совместной работе.